Я просто хочу прокомментировать данную ситуацию, понимаете, мы опять находим в дискуссию. А мы сегодня здесь собрались, в том числе и для того, чтобы нам попробовать найти взаимоприемленные какие решения, любой проблемы. Вы абсолютно в теме, вы разбираетесь в этой теме. Давайте попробуем вас завести как члена общественного, какой-то независимого, какой-то эксперта, попробовать изнутри порешать все эти проблемы. Тогда будет эффект. Но сейчас получается, что медицина должна решить эту проблему. Да, у нас есть проблемы, мы знаем эти проблемы многие, мы пытаемся решить. Но когда-то не достает информации, кто-то не доработал, кроме медика. То есть есть еще вторая сторона, аптеки. Я просто к чему хочу сказать, я немножко дальше пройду. О чем сказала Елена Дмитриевна, но она не продолжила другую тему. Благодаря работе правительства и департамента здравоохранения в Курганском районе с 1 января заходит пилот по обеспечению граждан бесплатными документами, как у мазаловки, хроническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. То есть там достаточно диагноза. Но возникает вторая проблема. А как мы, одни медики, справимся с тем, чтобы убедить людей принимать данные препараты? Вот в чем нужна ваша, наверное, и общественная палата помощь. То есть одним медикам это колоссальный труд не свернуть эти горы, потому что человек считает, что он здоров, на самом деле у него есть проблемы, это первые сигналы. И нужно сейчас все вместе навалиться на решение этих проблем, чтобы мы в дальнейшем получили результаты. Мы можем долго и бесконечно задавать друг другу вопросы, но надо какой-то искать диалог, какой-то конструктивизм, чтобы вместе попробовать решить эти проблемы. Хватит друг другу в огород кидать этот мяч, или как в футбол играем, куда-сюда. Во-первых, я смотрю, давайте начнем с того, что несмотря на все мои попытки, что все-таки было в белых вывезе, я не нашел никакого однозначного ответа. Мне ни связисты, ни больницы не подтвердили, что были какие-то проблемы с телефонной связью. Это первое. Второе, моя четкая позиция, что если мы заранее знаем о какой-то проблеме, и при этом не можем ее своевременно решить, мы обязательно должны всех проинформировать. Мы обязательно должны проинформировать, предупредить, что в такое-то время у нас будет отключен телефон, пожалуйста, звоните на такой телефон. Если мы знаем, как эту проблему решить, и мы ее решим, как вот та же самая ситуация с Капаксоном, я считаю, что абсолютно никакого смысла нет нагнетать панику, сеять панику среди населения, надать вопросы быстро и тихонечко решить. Но если есть какая-то реальная угроза жизнеобеспечения наших граждан, то, естественно, об этой проблеме необходимо экстренное сообщение. Ну, поясню, что там было. Там идет ремонт, там перемещается с места на место расположение отделения скорой помощи, и там плохая связь именно внутри помещения. Но сказать о том, что можно звонить в МЧС, о том, что можно пользоваться мобильными телефонами, что может не работать телефон 03, ну, это можно было сделать. Вы знаете, такая ситуация, когда я еду в район, и у меня попадает зона, когда у меня связь исчезает, да? Я тоже считаю, что должен перед каждой этой зоной отзваниваться дежурному по правительству и говорить, что сейчас я исчезну. Это была ситуация, я так понимаю, не часовая, не суточная. Суточная. В течение выхода. Я конкретно вызвал тогда все заинтересованные структуры, если вы стоите на своей, все-таки докопаюсь до истины. Мне кажется, что в этом конкретном случае философия вопроса имеет гораздо важнее, важное значение, чем конкретная ситуация. Вы услышали ответ, что как думают администраторы от здравоохранения по этому поводу? Должно ли быть прозрачно все это оповещено? Мы услышали ответ, я думаю, что этого достаточно, но что касается конкретного случая, если есть действительное желание разобраться, что в том конкретном случае было, то ответ из человека еще и вы получите. Можно еще только один вопрос? Можно я добавлю только? Можно, давайте слушать. Вопросы есть у других, совершенно другого плана. Хорошо. Задайте, пожалуйста, задать мне вопрос. Я врач из городской детской больницы города Кирова. Я вас помню. Помните? Ну, конечно, кто не помнит. Я не знаю, кто-то в стране. Это, кстати, на какой вопрос. Я проживаю в районе обслуживания первой городской поликлиники, первой городской больницы. Это улица Карломаркса, 17. Наша поликлиника не выдерживает никакой критики. Я даже не буду описывать, что там есть на потолках и на стенах. Я просто не могу это говорить, мне просто тяжело. Но все жители нашего района просто буквально плачут от того, как ужасно выглядит наша поликлиника. И дело не только в том, что она ужасно выглядит. Дело в том, что из этой поликлиники увольняются многие доктора, даже терапевты, не говоря уже о гусских специалистах. Я считаю, что, пользуясь тем, что Дмитрий Александрович присутствует, я хотела бы вас, понимаете, от имени всех жителей нашего района попросить уделить какое-то внимание этому медицинскому учреждению. Оно существует уже около ста лет. И капитального ремонта, мне кажется, вообще ни одного раза не было. Вы когда-нибудь подойдите, подъедьте к нам, посмотрите, в каких условиях мы лечимся. Вы знаете, ни в одной самой захудалой деревне такой поликлиники нет. Это я вам говорю абсолютно просто. Ни в одной захудалой деревне и в далеком районе города Керска. Могу и ответить. Еще у меня один вопрос очень маленький. И еще второй вопрос. Значит, я проработала в детской городской больнице 36 лет. Сейчас меня очень волнует, что ждет нашу детскую городскую больницу. Врачи, которые сейчас работают в больнице, говорят, что она готовится к закрытию. Там образуется какой-то ценой. Да, пожалуйста, объясните, что там будет. Хорошо. Вот два вопроса. Давайте начнем, как бы отвечаем.